Несмотря на эти годы, казалось бы, ну, 88 лет, это достаточно много, я чувствую в себе силы, я чувствую в себе желание, я чувствую желание жить, я чувствую желание делать, работать. Это удивительное чувство, вот, и я благодарен небесам за то, что они дали мне возможность, наконец, испытать это ощущение, ощущение полноты, ощущение счастья. Я чувствую в себе силы, я чувствую в себе желание, я чувствую желание жить. Жизнь вообще в искусстве – это тайна. Жизнь вообще в искусстве – это тайна. Дело в том, что даже древние римляне, они говорили «Ars milior vitae» – искусство лучше, чем жизнь. То есть это жизнь параллельная, это жизнь индукционная. И что бы ни происходило в мире, она отражается в искусстве. Искусство – это чувство, это язык чувств, который интернационален. То, что я делаю, это спонтанно. Это кончилась энергия, закончила работу. Вы знаете, на Востоке есть такая любопытная идея, и очень глубокая идея пустоты. Идея пустоты, которая рождает все. Где возникают идеи, где рождается и где приходит смерть. И вот эта пустота, эта наполненная пустота, пустота вибрирующая, пустота, которая порождает, а не убивает – это и есть основа искусства. Вот оттуда приходят непонятные из непонятных мира образы. В мире существуют миллионы и миллионы художников, которые талантливые, прекрасные, которые могут выполнить все, что угодно. Но дело в том, что среди этих миллионов очень немного есть художников, которые как-то трепетно все-таки все это воспринимают. И для них не существует внешних каких-то шумов и вещей. Это пустота. Квадрат Малевича – это знак ничто. Это все рождается не только в пустоте, но и в наполненности. В наполненности чувствами, мыслями, желаниями и мечтами. Я хочу одного. Я хочу радоваться жизни. Квадрат Малевича – это знак ничто. Когда он создавал свою систему, это в начале первые шаги, это был супрематизм его. Вот этот элемент. Там были круги, были трехугольники и так далее. Там нагружения числа символического не было. Это потом все это возникало. И в конце концов квадрат стал для него знаком начала всего. Это, как известно, он искусство прошлого разрушил, что это не существует. Что весь мир и вся жизнь начинается вот с этого, с квадрата. За квадратом ничего нет. И вот этот знак ничто – это прекрасный знак. Это великолепная совершенно эта идея, которая ему пришла в голову. Это, конечно, великая идея. Дело в том, что, скажем, идея «Белого букета», который предлагаю я, она намного глубже и намного интереснее. Это идея целого, это идея целостности вообще человеческого духа. Это целостности всего, что собой представляет человеческое измерение. Это своеобразная дао наших дней. Что касается музы, то в каждом доме есть свой бригады-генерал. Вот, с лампасами на юбке. Вот, но дело же в том, что этот генерал, он в то же время и как мать. Он вот чувствует там этого человека, который рядом, ну, это мужчина какой-то, вроде бы, вроде бы такой самодостаточный, вроде ничего подобного. Для нее это ребенок, это особое отношение, особое отношение вот к мужчине и точно такое же отношение, в общем-то, к женщине, когда ты чувствуешь, что это существо ранимое, что это существо почему-то оказалось единственным, что это существо каким-то образом заполнило тебя всего. Вот, вот это и есть муза. Ведь все рождается не только в пустоте, но и в наполненности, уже в наполненности другого порядка. Вот, наполненности чувствами, мыслями, желаниями и мечтами. Вот, так что эта женщина и есть воплощение мечты. Мечты мужчины, мечты творца. Мечты такое совершенно существо, которое неопределимо, так же, как и женщины. Мастерская – это дом, где все собирается, хранится, и где предполагается, что это надолго. Когда-то, когда, где-то в конце 60-х, когда я приходил в мастерскую и никогда не мог эти работы выставить, это в течение 20 лет, это было очень долго, это было мучительно. Ну, когда, ну, просто работы отвергались, и все, не брали там эти выставкомы и так далее. Вот, безвыходно. Вот, и я приходил там так и гладил, вот, как будто как сирот там по голове, так и выходил. Вот, так что, вы знаете, они стояли, они ждали своего времени. И я очень рад, что они, наконец, вышли в мир. Это выставка только часть, конечно, небольшая часть, то, что я сделал, сделал, и очень много. Вот, и мои дети уже расползлись, разъехались, распространились уже во многие уголки земли. Вот, и для меня это счастье. Когда я переезжал из мастерской в Лавре и получил там Аболонин, вот, и я смотрел на все эти холсты и думал, что я буду делать. Надежды никаких, ну, 20 лет ждать – это ж с ума сойти, это ж вся жизнь художника. Вот, и я думал, это все перевозить в новые стены, в новые. Вот, и я все это вынес на улицу, сложил вот этот, в такой стос, в пирамиду и поджег. Был прекрасный день, солнце, там, где-то 12 часов дня и так далее. Вот это все, это очень весело загорелось. Это совершенно неожиданно, вдруг прибежала Ира, в 12 часов она никогда не появлялась. И вдруг она летает там и там начинает выдергивать оттуда, все это растаскивает. Я стоял в стороне и все это смотрел только так, и он как парализованный. Это, ну, вот такие-то вещи бывали, конечно. Все эти, все-таки годы, они были интересны тем, что у меня было время для того, чтобы созревала концепция. На протяжении всех этих лет, вот я делал альбомы, вот поскольку выхода нет, выставки никуда, ну, тупик полный. Это можно представить, это представить же невозможно в мире, где-нибудь, в любой стране, чтобы вот так зажать человека, зажать вообще все, вот эти же инакомыслия, вот до такой степени, что, ну, абсолютно нет выхода. Это же не выход, ничего, никуда не деться. Это совершенно, ну, это ужасно. И вот я делал эти альбомы. Я считаю, что творчество мое – это альбомы. Вот потому что, ну, все остальное можно было бы и не делать. Дело в том, что вот эти идеи, они, вот была потребность. Мои корни, в общем-то, и дубовик – это редкая на Украине фамилия. И переводилось оно, на Украине здесь переводилось, как перевозчики на реках, их называли дубовиками. Вот эти хороны такие, своего рода, древности. Мои предки – это была украинская шляхта. Это на севере Украины, на Сумской, Харьковской области. Там конкретные такие анклавы, где они постоянно жили. Вот есть герб, это есть такой род дубовиков 17-18 века. Вот и с гербом они там все это. Это гербовники есть, это все вполне официально. И мне говорили, дед, мы там и все эти рассказывали, все эти вещи. Они были состоятельными людьми. И причем, ну, были раскулачивали их сто раз. Вы знаете, он как-то дед мы вытащил сундук, который пропутешествовал через войну, через все. Я поразился, как вообще все это сохранилось. И когда он стал оттуда вынимать, вот все эти дукачи, роскошные, совершенно 5 или 6 этих тяжеленных, там австрийские, французские монеты, все это огромные, польские. Красота невероятная. Это строи украинские, все эти одежды, как будто положены вчера. Все это сложено, такие чистенькие, выложены. Рушники. Это было такое чудо. И главное, он вытащил вот такой пергамент большой. Ну, на земле. На печати, там, красные, зеленые, на лентах таких. Я смотрел загляденье. Это совершенно, я смотрел, это было чудо. Ну, правда, все это погибло. Они угорели. И мама моя не успела приехать. И когда приехала, ничего в хвате не было. Это все было украдено. Это трагедия, конечно, ужасная. Рукописи сохранились ничтожно мало. Перед приходом немцев. Мы выехали только случайно. Это шофер сказал, я вас вывезу. И он на своей полуторке сказал, через час вы собираетесь. Ну, что там можно собраться? Вот такой, там, ничего абсолютно. Вот, и только большую тетрадь, вот, и с рукописи мать ухватила. И вот шофер нас привез в Дарницу, там стоял состав мясокомбината. Там, и никого не пускали, там, те, кто уже были, уезжали. Вот, а тут толпа колоссальная. Так он просто перебросил через толпу туда, запросил нас, пацанал. Вот, и таким образом мы уехали. Это тоже такое приключение совершенно удивительное. Отец, он дружил с Рыльским, он дружил, как раз, особенно были близкие. Дружба была с Довженко. Я, между прочим, Александр, то все с Довженко. Вот был назван, с своего рода. Вот, и вот такая, понимаете, судьба. Это где-то, ну, в общем, его убили. Где-то через неделю после ареста, то есть это без суда, без ничего. Это какое-то, это как, знаете, как зверство такое невероятное. Они подчищали все, уничтожали это, чтобы просто никого не оставить из людей нормальных. Просто всех, никого только можно было, всех уничтожали. Это зверство, кошмарная власть. Ну, вот такие дела. Так вот, эта тетрадь одна сохранилась. Она сейчас в архиве, в Киеве, я отдал. Вот, и все-таки я надеюсь, вот, издать вот то, что есть. Вот, и я постараюсь все это сделать. Я хочу одного. Я хочу радоваться жизни. Я хочу работать, пока я могу. Потому что это доставляет мне удовольствие. Это не обязанность. Я понимаю, что это, собственно, никому не нужно. Где-то внутри. Я понимаю, что все эти работы, они ранимы. Я знаю, что Украина не умеет сохранять ничего. И не желает. Она не знает тех людей, которые положили голову за все это дело. Хотя знают, но, тем не менее, все эти текучки, все эти тарифы, все эти глупости человеческие, они не дают возможности понять глубинную суть происходящих событий. Вот, не могут понять. И те же события говорят же о том, кошмарные вещи. А то говорят о том, что мы не понимаем, что мы независимы. Мы не понимаем, что у нас государство. Мы не понимаем, что у нас есть ответственность перед последующими поколениями. Вот, какую страну мы им оставим. Вот такая удивительная дурность и инфантильность. Я не знаю, вы тоже наблюдаете все это. Меня это пугает и расстраивает. И разве только что надежда, что все-таки какой-то процент людей и какие-то еще силы сохраняются в душах, чтобы не позволить все это разрушить. Вот и то, что сделано, а сделано, в общем-то, много за эти 20 лет. Нужно ценить себя. Нужно знать, иметь чувство собственного достоинства. Нужно забыть об этом комплексе неполонценности. Нужно забыть об этом оглядывании по сторонам. Кто что скажет, что он нас там думает и так далее. И поэтому вот эту мощь украинскую мысль, вот эту интеллектуальную мощь и, главное, эмоциональную эту силу, нужно дать ей простор. И нужно сохранять все. Сохранять абсолютно неизвестно, даже то, что нам представляется сейчас неважным. Вот это я считаю необходимым. КОНЕЦ Продолжение следует...